Декупаж на свечах Она больше сгорает изнутри И ваш узор останется целым Также нам понадобится Вот какая-нибудь ненужная вам свечка Об которую мы будем нагревать ложку Возьмите обычную столовую ложку Которую вам не жалко выделить для своего любимого тела Также нам понадобится Салфетки с мотивом Сегодня я взяла салфетки вот такие С такими новогодними олененками И вот такую вот с кантом Я вырезала уже заранее фрагмент Который мы будем приклеивать на нашу свечку Внизу Вот так Для этого мы возьмём Зажигалочку Свечку И подожжём её Сейчас наша свеча разгорится И мы сможем приступать Пока свеча разгорается Возьмём салфеточку И отделим от неё ненужные слои Оставляя только верхний, третий слой Когда вы выбираете свечу для декупажа Старайтесь брать свечи белые Потому что когда салфетка клеится на свечу То так же как и при обычном декупаже Она становится более прозрачной Если ваша свеча будет белая То рисунок будет ярким А если, к примеру, взять свечу вот такую вот Она вроде бы тоже белая Но в сравнении с этой Она, естественно, не такая Если мы наклеим салфетку на такую свечу То она станет очень блеклой И малозаметной Итак, приступим Берём свечку Прикладываем салфеточку К тому месту, где она должна быть Так, приложили Теперь берём Сейчас, как бы поставить Берём вот свечку И нагреваем ложку Нагреваем ложку с внутренней стороны А прикладывать к нашей свече Мы будем обратной стороной Можете легонечко аккуратно попробовать Ложечка ещё недостаточно нагрелась Суть этого метода заключается в том Что горячей ложкой мы подплавливаем воск И он проходит сквозь салфетку Так как салфетка тонкая И впитывается в салфетки Как клей, как лак И за счёт этого салфетка держится Есть также специальные клеи Для декупажа на свечах Но для начала можно попробовать И воспользоваться самым обычным методом Приклеивания с помощью свечи Ну вот, ложка нагрелась Теперь мы прикладываем к свечечке И вводим Сейчас я постараюсь показать То место, где свечка приклеилась Немножечко меняет цвет И становится заметным То место, где уже свеча пропитана воском А где нет Если вы будете это делать сами Вы увидите, что там, где вы провели ложкой Буквально первые секунды-две Остаётся как бы влажное место Мокрое А потом салфеточка уже приклеилась Вот, старайтесь вводить Разравнивать, чтобы у вас не получилось вмятина Так Сейчас я вам покажу Вот Салфетка на этом месте уже держится Можно попробовать рукой И по ощущениям Как будто вы трогаете свечку И так Продолжаем Нагревать ложку И клеить Салфетку Ещё можно клеить салфетку При помощи фена Я покажу, как это делается Немного попозже Хотя Вот этот вот метод Приклеивания Рисунка К свечи С помощью свечки Мне кажется Наиболее Удачным Для салфетки Единственная сложность Это если У вас Ну вот как у меня Салфеточка должна покрыть Либо Всю свечу Либо её большую поверхность Вот так Сомкнуться То конечно же Нужно заранее Её Разровнять Так Чтобы она у вас потом Вот Сзади Сошлась Ровненько Поэтому Во время работы Нужно Постоянно Контролировать Чтобы Салфетка не сместилась И немножечко Одережать Натяжение Вот Ложечку Немножечко Подогрели И То что ложка Внутри Становится Черной Не переживайте Это нагар Он очень легко Смывается водой Так что Вашу ложку Вы не испортите А сможете Её помыть Хорошенечко И пользоваться Дальше Напомнюсь Старайтесь Не держать На одном месте Ложку Когда приклеиваете Чтобы Не сделать Поверхность Свечки Неровной Так Вот здесь Всё уже Приклеено Поворачиваем Свечу Сюда Находим Место Стыка Прикладываем Ещё Один Обязательный Момент Для того Чтобы Приклеить Салфетку Всё-таки Правильно Без складок И ровно Вот это Вот место Стыка Вот здесь В конце Склеивайте Его В самую Последнюю Очередь Потому что Если вы Приклеите Начало И конец А потом Начнете Разравнивать Весь рисунок Он у вас Ляжет Морщинами Потому что Салфетка Она Достаточно Эластичная И Всегда В декупаже Клейте Вы её Клеем Или вот Даже При помощи Такого метода Она всё равно Немножечко Растягивается Поэтому Лучше Если у вас Даже в конце Останется Немного Больше Места Чем Нужно Лучше Просто Аккуратненько Подлить И Приклеить К нужному Месту Чтобы проверить Насколько Хорошо Вы приклеили Салфетку Нужно Просто Присмотреться Хорошо Когда вы Закончите Работать Присмотреться К рисунку И Те места Которые Немножко Как бы Потеряют Свет Те места Хорошо Приклеены Уже Они Пропитаны Воском А те Которые Более Яркие То По тем Местам Лучше Ещё Пройтись Немножечко Ложкой И Приплавить Так Здесь Ничего Сложного Нет Такой Метод Приклеивания Доступен Каждому Он Не требует Каких-то Дополнительных Средств Покупки Специальных Клеев Медиумов Лаков Тому Подобного Так Вот Мы Приклеили Уже Весь Фрагмент На всякий Случай Пройдёмся Ещё По кругу И Конечно же Не забывайте О краях Края Нужно Хорошенечко Тоже Прикладить Чтобы Они Хорошо Приклеились Вот Попытаюсь Показать Если Будет Видно То Вот Где Ложка Ходит По Салфетке Немного Есть Влажность Вот Вода Как бы Вода В самом деле Это Расплавленный Воск Вот Если Вы Видите Что Такая Водичка Есть Значит Ваша Ложечка Ещё Не Остыла Ещё Её Подогревать Дополнительно Не Надо Ну Вот Кажется Наша Салфетка Приклеена Вот Теперь Мы Добавим Сюда Таких Вот Смешных Оленей Вырезать Я их Не буду Буду Их Вырывать Салфетки Для этого Я возьму Кисточку Намочу Её В воде Просто Возьму Наших Оленят И Вокруг Вот Так Каждого Оленёнка Проведу Водичкой Делаю Это На руке Чтобы Вам Было Лучше Видно Вообще Это Лучше Делать На столе Так Удобнее Вот И Теперь Аккуратненько Начинаем Вырывать Вообще Такой Метод Вырывания Изображения В декупаже Он очень Хорош Хорош Тем Что Края Салфетки Становятся Как бы Рыхлыми И За счёт Этого Если Вы Наклеите Один Фрагмент Встык С другим То У вас Не будет Резкого Перехода Резкой Границы Такой И Намного Легче Потом Такой Фрагмент Подрисовать Чем Если Просто Оставить Вот Такой Вот Срезанный Край Вот Специально Покажу Вот Такой Получится Краюшек Оборванный Можно Слой Верхний Отделить Сразу Можно Это Сделать В конце Я люблю Это Делать В конце Потому Что Так Салфетка Лучше Вырывается Но Есть Салфетки Более Жёсткие То Для таких Салфеток Лучше Сразу Отделить Нижние Слоя И Тогда Уже Вырывать Салфетку Чтобы Она Не потянула Весь Рисунок Теперь Прикладываем На место Нужное Оленёнка К примеру Приложим Его Вот сюда И Берём Снова Наш Инструмент Самый Главный На сегодня Это Ложку И Греем Её Греем 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 Вот Прикладываем И Наш Оленёнок Приклеивается К свечечке Вот Так Не Забудьте Хорошенечко Приклеить Края Чтобы Со Временем Они Не Отошли И Салфеточка Не Надорвалась Так Приклеиваем Оленёнка В декоре Таких Свечей Толстых Можно Использовать Дополнительно Блёстки Которые Садить Можно На Обычный Акриловый Лак Можно Использовать Бусинки Вот Бусинки Можно Приклеить Попробовать На Силиконовый Пистолет Или же Что я Люблю Делать Это Использовать Такие Есть Иголочки С Бусинками На Концах И Вот Такими Иголочки Вставлять В Свечечку Это И Надёжно И Красиво Так Хорошенечко Опять Проверяем Места Где Приклеился Рисунок Лучше Где Хуже Так Ну вот Вот Оленёнок Приклеен Сейчас Вырвем Ещё Два И Наклеим Так Если у вас Вот такая Ситуация Когда вам Нужно Краюшек Обработать То просто По краюшку Проходимся Водичкой И Обрываем Пока Салфеточка Далеко Не размокла Обрываем Краюшек Вот Опять Таки Водичкой Прошлись Краюшек Оборвали Так Отделяем Снова Слой Верхний От остальных Выбираем Место Куда Мы Приклеим Оленёночка А можно Взять Вырвать Ещё Вот Этого И Приложить Чтобы Они Точно Влезли Так 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 Такой метод Вырезания Фрагмента Нужного Достаточно Быстрый Много Времени Не занимает Вот Вот Так Так Всё Теперь Отделяем Верхний Слой Так И Прикладываем Оленя Вот Оленя Немножко Больше Чем Надо Поэтому Мы Немножечко Уберём Низ Чтобы Его Опустить Как Можно Ниже Вот И Теперь Смотрим Этот Олень Сюда И Маленький Сюда Так Что Перекладываем Нагреваем Снова Ложечку Так Натягиваем Салфетку Вот Одним Пальцем Я Держу Здесь Одним Здесь Чтобы Было Натяжение И Начинаем Приклеивать Можно Еще Для Толстых Свечей Внизу Привязывать Ленточку Атласную Спокойно Не боясь Того Что Она Загорится Вообще Многие Люди Которые Видят Декупаж На свечах Задаются вопросом Как бы Самым Логичным Как Потом Эта Свеча Горит Сгорает Я Вам Расскажу Ну Вот Такие Свечи Толстые Как Правило Они Горят Изнутри И Краешек Ну Может Быть Вот Здесь Немножечко Только Расплавливается А Если Свеча Тоньше Или Все-таки Прогорела До края То Салфетка Она Начинает Она Не Воспламеняется Она Просто Начинает Скручиваться Такой Вот Трубочкой И Вот Так Вот Потихонечку Тоже Сгорать То есть Того Что У вас Начнется Пожар От Салфетки Которая Будет На Свечке Этого Можно Не Бояться Такого Произойти Не Должно Когда Клеите Старайтесь Водить Сплавно Больше На Одном Месте Но Опять-таки Не держа Вот так Просто Ложку На Одном Месте Потому Что У вас Может Остаться Ямка Которая Сдалека В принципе Не очень Видна Но При Ближайшем Рассмотрении Может Быть Достаточно Заметной Итак Не Забывайте Про Краюшки Которые Очень Важно Хорошенько Приклеить Если Ваша Свеча Будет Носить Чисто Декоративный Характер То Вот Эту Вот Часть Верхнюю Вот Здесь Можно Допустим Задекорировать Блестками Просто Взять Лак Много Блесток Все Это Перемешать Сделать Такую Кашицу И Положить Туда Эту Кашицу Это Будет Смотреться Красиво Вот Как Это В плане Если Поджечь Эти блестки Я вам Не скажу Потому Потому Что Не Проверяла Ну Чисто Как Декоративный Вариант Для Интерьера То Смотрится Достаточно Хорошо Ну Вот Вот Такую Свечечку Мы Получили Можно Еще Сюда Добавить Немножечко Блесток Опять Таки С помощью Лака Акрилового Можно Добавить Какие-то Декоративные Элементики К примеру Бантики Какие-нибудь Ну Сейчас Мы С вами Что-нибудь Придумаем Чтобы Сделать Нашу Свечу Еще Красивее Чем Она Есть Итак Для Украшения Нашей Свечечки Мы Возьмем Лак Буквально Капельку Сюда Капнем И Капнем Вот Сюда Будет У нас Две Лужицы Итак Теперь Мы Возьмем Блестки Можно Взять Вот Такие Золотые И Насыпаем Прямо Сюда Так Берем Кисточку Это Все Размешиваем Вот Делаем Такую Кашицу Из Блесточек И Теперь Набираем Эту Кашицу На Кисточку И Вот Здесь Прямо Серединку Ложим Блесточки Сделаем Золотые Срединки Для Нашей Свечечки Так как Свечечка Новогодняя Можно Добавлять Блестка И Не Стесняться Потому Что Новый Год Все Должно Быть Яркое Вот Красивое Так Теперь Возьмем Еще Красный Блесток Вот Такие Насыпаем Тоже Сюда И Размешиваем Так Берем Кисточку И Добавим Немножечко Блесток Вот Сюда В цветочек Так Немножечко Оленятом Добавить Блесток Вот Здесь На Красные Участочки Их Нех Штанов И Шапочку Можно Тоже Немножко Украсить Вот Получается Вот Такое Мерцание От Наших Блесток Немножечко Так Так Аккуратненько Чтобы Нигде Ничего Не Зацепить Конечно Можно Подождать Пока Подсохнет Одна Сторона И Поворачивать Аккуратненько Но Праздничный Праздничный Ну Что Ж Наша Свеча И Готова Сейчас Мы Будем Делать Свечку В Технике Декупаж С Применением Пленки Фри Декор Для Светлых Поверхностей Вот Такой Вот У нас Есть Имитация Кружева Такой Рисунок И Будем Совмещать Этот Рисунок Вместе С Вот Такой Вот Салфеткой Но На этот Раз Для Того Чтобы Приклеить Салфетку К Свече Мы Воспользуемся Другим Методом Мы Возьмем Так же Свечечку Которую Мы Поджигаем Только На этот Раз Нам Понадобится Не Ложка А Кусочек Пергамента Это Обычная Бумага Для Выпечки Мы Берем Салфеточку Вырезаем Из нее Нужный Мотив Я Вырезала Его Заблаговременно Отделяем Верхний Слой Теперь Примерим Его К нашей Салфетке К нашей Свечке Есть Немного Здесь Запасик Немножко Есть Лишнего Но Мы Его Отрежем Потом В конце Это Мы Делаем Напомню По той Причине Потому что В любом Случа Салфеточка Даже Если Мы Будем Клеить На Свечку Все Равно Она Немножко Потянется Итак Теперь Мы Будем Клеить Ее Новым Методом Для Этого Мы Возьмем Кусочек Пергамента И Обворачиваем Свечку Нем Вот Так Прижимая Салфетку Здесь Я напомню Мы Оставим Место Вверху И Внизу Для Пленочки Фридекор Для Имитации Кружева Вот Поэтому Стараемся Выбрать Одинаковое Расстояние Можем Примерить Сразу Вот Так Получается Будет Здесь И Здесь Итак Мы Берем Оборачиваем Эта Салфеточку Вот Так Пергаментом Берем Свечку Ставим И Прямо Вводим Над Огнем Проводим 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 И Разравниваем Это Все Рукой Пергамент Не Горячий В принципе До Разравнивания Вы Можете Взять Какой Нибудь Другой Инструмент И Воспользоваться Им Мы Можем Взять Еще Для того Чтобы Разравнивать Вот Такую Салфеточку Верх Нижние Слои Которые Остались От Салфетки И Ними Приглаживать Так Как Свеча Когда Соприкасается С Пергаментом Оставляет Такие Черные Участочки Гарь И Чтобы Себе Не Пачкать Руки Вот Так Салфеточкой Нужно Приглаживать Этот Метод Приклеивания Салфетки Имеет Свои Плюсы И Минусы Конечно Же Тоже Главным Его Плюсом Является То Что Салфетка Приклеивается Намного Ровнее Чем Когда Мы Работаем Ложкой Если Мы Приклеиваем Салфетку Ложкой То Приходится Ее Потом Брать Тряпочку И Салфеточку Шлифовать Потому Что Все равно Невозможно Равномерно Во всех Местах Сразу Пригладить И Расплавить Воск Этот Метод Хорош Тем Что Он Плавит Получается Равномернее Свеча Остается За счет Того Что Мы Используем Пергамент Ровная Без Деформации Вот Но Этот метод Он Как бы Главным Минусом Является То Что Так Приклеивать Салфетку Дольше Чем Приклеивать Ее Обычной Ложкой Вот Мы Каждый Раз Немножечко Притопили И Вот так Вот Разравниваем Вверх Вниз Периодически Открываете Пергамент Смотрите Как там Салфетка В каком Месте Она Хорошо Приклеилась В каком Надо Повторить Прохождение Огнем В общем Открываем И Смотрим Так Смотрим Где У нас Хорошо Приклеилось Где Нужно Еще Поворачиваем Сюда Этот Крайш Который Не Приклеен Я Откинаю Чтобы Видеть Где Потом Делать Нам Стык Так Придерживаем Вот так Нагреваем Старайтесь Можно Прямо Вот так Вот Близко Близко К огню Подносить Но Единственное Смотрите Долго Не держите На одном И том же месте Потому Что Может Получиться Ямка Вот Смотрим Пересматриваем Где У нас Хорошо Приклеилось Где Нет И Продолжаем Клеить В общем Где-то На Приклеивание Салфетки Вот К такой Свечи Такой Толщины Как у Меня Уйдет У вас Наверное Минуток Я думаю До Десяти Но Я вам Скажу Что Результат Того Стоит Так Как Вам Не нужно Будет Потом Тратить Время На Шлифовку Свечи И При Таком Методе Гораздо Легче Состыковать Края Салфетки Вот Теперь Мы Можем Приложить И Посмотреть Сколько Нам Нужно Срезать Вы Можете Это Делать На Глаз Как Я Можете В Принципе В 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 Конечно Положить Свечу Еще Раз Приложим Здесь Посмотрим Сколько Нужно Срезать Прикладываем Вот Стык В Стык Теперь Накладываем Снова Главное Не Перепутать Вот такая сторона у вас уже вот такая вот немножечко грязноватая. Вот этой стороной не приложить к свечке, потому что можно запачкать. И теперь будем проверяем, или хорошо у вас все лежит. Вот у меня краешек замялся. Я его разравниваю, прикладываю, прижимаю пергаментом и склеиваю. Вводим туда-сюда, вводим-вводим, топим воск и это все разравниваем. Вот так, вверх и вниз. Еще раз проходимся. Так. Смотрим. Вот стыки мы их склеили. Теперь просматриваем свечу. Смотрим, где мы пропустили в каких местах. И возвращаемся туда, где у нас не доклеено. И натягиваем пергамент. Пергамент и крем. Вот я даже вот так вожу по самой свече. Не бойтесь, ничего не случится ни с салфеткой, ни с пергаментом, ни со свечкой. Ну вот и все. Я думаю, что на этом приклеивание салфетки завершено. Вот так приклеили мы салфеточку. Теперь свечу мы убираем. Она нам нужна. Теперь нам нужна будет пленка. Фридый кор. Вот я вырезала такое вот кружево. Вот покажу его поближе. Вот такая отличная полосочка у меня есть. Это полосочка из пленки фирмы Фридый кор. Мы обворачиваем в ней свечу. И отмеряем, сколько нам нужно этой полоски. Итак, замерили. И лишнее обрезаем. Берем ножницы. И режем. Отрезали нужную часть. Берем мисочку с водой. Теплой. И замачиваем пленочку на несколько секунд. Думаю, секунд 20 будет достаточно. В это время подготовим салфетки. И будем приклеивать пленку. Итак, проверяем пленку. Достаем ее. И пробуем. Вот она должна легко ходить по подложке. Вот так. Право, лево. Теперь смещаем немножечко пленку. Берем свечку. Ложим ее. И начинаем. Вот так. Потихонечку. Тут придерживаем. Выкладываем ровненько. И снимаем ее с подложки. И тем самым выкладываем свечку по всему периметру свечки. Так. Можно не бояться того, что вы потянете и она разорвется. Так как пленка Фридекор, она очень плотненькая. И вы ее так просто не порвете. Еще это хорошо тем, что вы можете вот так брать даже. И двигать пленочку, поправлять. Если немножечко где-то криво получилось. Теперь уберу салфетку и разравниваю. Убираю лишнюю влагу и приглаживаю пленку к свечке. Вот так. Поправляем, где что отошло. И приклеиваем. Вот. Разравниваем. Здесь все нужные места. Так. Вот пленка и приклеена. Вот можно поправить, если где-то складочки появились. Вот так. Так мы приклеили сверху. Теперь мы вырежем еще один фрагмент и приклеим его снизу. Итак. Берем вторую полосочку. Опускаем ее в водичку. Вот. В ту же мисочку. И ждем, пока слой ее станет активным. Клеевой слой. Вот. Собственно, почему в пленку фридекор опускают воду? Так как вода активизирует собственный клеевой слой, который имеется на пленке фридекор. Поэтому, когда мы работаем с пленкой фридекор, нам не требуется специальное клеющие материалы. Вот. Итак. Пленочка уже начинает отходить. Значит, берем свечечку. Готовимся к тому, чтобы правильно приложить пленку. Ищем, где у нас здесь задняя сторона, где стык. Так. И теперь достаем пленочку. Вот так. Сдвигаем краешек. И начинаем приклеивать. Вот. Просто тянем за подложку, освобождая пленку. И выкладываем ее вокруг свечки. Так. Поворачиваем свечечку. И располагаем пленочку на свое место. Так. Все. Теперь возьмем, опять-таки, салфеточку. И просто убираем влагу. Можно вот подвигать пленку. Направить ее в нужное место. Вот. И вот так разглаживаем ее. Убираем лишнюю влагу. И тем самым приклеиваем пленку к свечке. Так. Вот. Немножечко не замялась. Это легко все исправляется. Так. Расправим с этой стороны. И вот. У нас даже не видно фактически стыка. Так. Все. Вот. Наша свечка почти готова. Теперь можно добавить ей какого-то декора. Можно взять вот такой вот контур. У меня контур фирмы Мара Бум. Вы можете взять любую другую, какую у вас есть. И сейчас будем этим контуром делать декор. Итак. Берем контур. Можем немножечко декорировать верхнюю часть. Для этого нам достаточно будет добавить вот такие точечки. Мы будем стараться декорировать свечу ближе к краю. Так, чтобы не трогать центральную ее часть. Вот здесь дефитиль. Я напомню, почему мы так сделаем. Дело в том, что для декупажа лучше использовать толстые свечи. Так как, чем свеча толще, тем больше вероятности того, что ваш рисунок, ваш декор останется целым и невредимым. Это связано с свойствами самих свечей толстых. Толстые свечи, они сгорают изнутри. Вот эта вот внутренняя часть сгорает. А стенки мало поддаются деформации. Поэтому, чтобы ваша свечечка осталась красивой и радовала вас даже когда она уже будет непригодна к прямому ее использованию, выбирайте свечи потолще и они смогут радовать долго вас своим присутствием. Так, вот мы добавим здесь черным контуром рисунок и добавим еще какие-то элементы на вот здесь, где салфетка на боковой части. А еще мы возьмем серебряный контур и расставим акценты с помощью него. Вот так мы сделали такую точечную роспись черным контуром. Теперь приступим к декорированию вот этой части. Можем взять, выбрать центральную сторону нашей композиции. Вот, и какие-то элементы. Вы можете, в принципе, прорисовать весь рисунок. Либо какие-то его части. Я сегодня прорисую именно части рисунка. Вот. Можно взять, например, выделить какие-то лепестки отдельные. Или вот так по краешку. Ну, в общем, здесь уже как бы дело вашей фантазии, вашего вкуса и того, как вы видите свой задекорированный предмет. Вот. Я бы добавила здесь тоже еще точечек. Я вообще люблю декорировать вот таким вот образом, точечной такой росписью. Потому что это и не тяжело, и получается всегда красиво. Вот. И украшаем некоторые элементы, которые вам понравятся, которые вы захотите выделить из общей массы. Так, в общем-то, мы проходим с черным контуром по всему рисунку. Ну вот. Теперь можно взять серебряный контур и дополнить еще нашу роспись точечную серебряным контуром. Итак, берем и в тех местах, где вы хотите, добавляем вот такие серебряные элементы. Вот. 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 И таким образом расписываем всю свечу. И вот, в принципе, имеем такой конечный результат. Сейчас мы будем учиться делать декупаж на свече при помощи декупажной карты. Для этого нам понадобится свеча, декупажная карта. Это декупажная карта фирмы Free Decor. Эти карты очень хорошие, они очень тонкие, это не распечатка, ее не нужно истончать. Вот. Декупажная карта очень хороша для декупажа, особенно для начинающих, так как они очень удобны в использовании, в наклеивании, они не рвутся. Вот. Мы вырезаем нужный фрагмент. Вот фрагмент, который мы будем приклеивать. Итак, сегодня мы будем с вами опять-таки делать декупаж без специальных средств с использованием минимальных количеств материалов. Мы берем снова свечу, разжигаем ее, берем опять-таки наш пергамент, бумагу для выпечки, прикладываем свечу в нужное место. Вот. Оборачиваем ее пергаментом. Вот так натягиваем. Только на этот раз нам нужно будет немного дольше держать декупажную карту над свечой, так как декупажная карта, она имеет немного другую структуру, в отличие от свечки, ой, от свечки, от салфетки. Она плотнее, поэтому она будет хуже впитывать в себя воск и пропускать его через себя. Поэтому немножечко дольше мы держим и точно так же, как и в работе с салфеткой берем и потом выравниваем, прижимаем декупажную карту к свечечке. Так. Вот так. Не спешите. Делайте это достаточно аккуратно, с нажимом. Вот. И периодически не забываем открывать и смотреть, где карта приклеилась, где нет. Как увидеть, где карта хорошо приклеилась, для этого нужно посмотреть. Вот есть места, которые немного в них отличаются цвета, они более прозрачные. Вот такие места, значит, приклеились хорошо воском. Значит, мы снова накрываем пергаментом, натягиваем, так, и греем, греем, топим воск над свечечкой, хорошо растапливаем. Особенно не забываем про краешки карты, либо салфетки, потому что краешки должны быть хорошо приклеены. Это очень важно. Так. 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 Подкопили. И снова прижимаем. Так мы проходим по всей декупажной карте. Вот. Хочу вам сейчас показать разницу между хорошо приклеенной половинкой и еще не приклеенной. Вот. Смотрите. Вот этот цвет уже приклеенной половиночки, а вот этот той, которая еще не приклеена. То есть очень легко отличить и увидеть, где вы приклеили свою карту декупажную, а где нет. Вот одна половинка приклеена. Теперь продолжаем приклеивать вторую половинку. Главное, когда вы клеите рисунок через пергамент, его нужно хорошо натягивать. Так как если вы будете прижигать место, которое будет вот так гулять, то можете прожечь, как у меня вот здесь получилось. Еще удивительный плюс такого метода приклеивания в том, что нет никакого запаха. То есть кроме того, что вот у вас остается гарь на салфетке, никаких неудобств этот метод не вызывает. Ну что ж, вот декупажная карта приклеена. Теперь можно приступить к декору. Здесь я думаю, что декор будет у нас достаточно простым, так как эта карта сама по себе очень красивая. И она красиво украшает свечу. Поэтому мы всего лишь приклеим кружево. Приклеим мы его вот здесь, по нижнему краю свечи. Вот так. Верхний край мы не будем трогать, дабы избежать возгорания кружева. Конечно, этого не должно произойти. Опять-таки из-за толщины свечи напомню, что толстые свечи горят изнутри. А края у них мало нагреваются. Но, чтобы не случилось несчастного случая, мы этого делать не будем. Итак, я возьму сейчас клей. Это клей универсальный. Он очень хорошо клеит любые поверхности. Это мой любимый клей. Он называется паска. Так. Наносим немножко клея. Закрываем его сразу же. И теперь начинаем прикладывать. Этот клей очень хорош тем, что он достаточно быстро сохнет. Но при этом у вас есть время на то, чтобы как нужно положить кружево, как будто какой-нибудь другой материал. Вот. И разровнять его. При этом он не имеет едкого запаха. И достаточно просто в работе. И он очень хорошо клеит практически все материалы. Я еще не сталкивалась с тем, какие материалы он не клеит. Так. Наносим клей. Закрываем. И прикладываем. Вот так. Теперь прижимаем, убираем лишний клей. Вот. Так как мы приклеивали эту карту при помощи бумаги для выпечки, у нас получается достаточно гладкая поверхность. Поэтому нам не нужно ее дополнительно полировать. А если бы мы клеили салфетку, то тогда нам, если бы мы клеили вот как здесь, салфетку при помощи ложки, тогда мы берем любую хлопчатобумажную ткань и вот так вот вверх-вниз полируем свечечку. И она начинает блестеть, вот как новенькая. Так. Ну вот, клей уже приклеился. Теперь мы берем ножнички и обрезаем лишнее кружево. Так. Так. Ставим еще капельку клея на то место, где у нас будет кружево соединяться. И разравниваем, прижимаем. Вот. Вот, в принципе, свечечка с декупажной картой готова. Итак, напомню. Эту свечу мы делали при помощи декупажной карты Free Décor и приклеивали мотив без дополнительных средств. Мы воспользовались всего лишь свечкой и листом пергамента. Эту свечу мы делали с использованием также салфетки, клеили ее при помощи пергамента и свечи. И использовали имитацию кружева пленкой Free Décor, которая сама замечательно клеится, поэтому она приклеивалась сама на свой же клеевой слой. Для этого мы ее только замочили в водичке на несколько секунд. И последняя свечечка. Мы ее делали из салфеточки, из двух видов салфеточек. Вот, и приклеивали ее методом нагревания ложки о свечу. Вот такие три замечательные свечечки мы получили. Продолжение следует... Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...